МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех наземных жителей и их родителей. Я морской мудрец граф Батискав. Мы с вами в жемчужной бухте. И этой глубиной владею я, граф Батискав. Подводная математика, мой морской конёк. Я могу пересчитать все жемчужины в бухте. А их, поверьте, немало. Вот вас морейство. Принёс. Сейчас ещё. Подождите. Ваше жемчужинство. Принимайте. Заказ. Сейчас ещё принесу. Тысячу дробей. А какие тяжёлые всё-таки. Но ради любимого графа чего только не сделать. Сейчас ещё принесу. Нам с Захаром повезло. Нашли тут недалеко место. Так там этих якорей тьма. А коли зуб. Остановись. А что в конце концов происходит? Зачем мне столько якорей? Так вы же сами заказывали. Ещё на прошлой неделе. Ну, чтобы оборудовать причал для кораблей. Но я же просил четыре якоря. Обижаете, ваше морейство. Заказывали четыре. Значит, будет четыре. Мы же ещё не закончили. Вон Захар ещё несёт. Ну, посмотрите, какой вы беспорядок у меня тут устроили. Не бухта, а склад металлолома. Граф Батискав. Я ничего не понимаю. Просили якоря? Просил. Получите и распишитесь за доставку. Ну что ж, давайте считать якоря. Пошли за мной. Что ж, давайте всё-таки выясним, сколько всего якорей вы мне принесли. Давай, пират, начнём с тебя. Раскладывай свои якоря на столе, а я буду считать. Один. Два. Три. Четыре. Ха! Вот видите, всего четыре якоря. Но как быть вот с другой грудой железа? Может, тут совершенно случайно ровно четыре якоря? Давайте всё же проверим. Давайте. Один. Два. Акулий зуб, помоги мне. Очень тяжело. И-и-и-и. И-и-и. Ну, и что мы видим? Всего три якоря. Получается, я принёс меньше, чем акулий зуб. Да. Обидно. Я так старался. Ну, не переживай, Захар. Подтянем с тобой счёт до четырёх, и всё будет хорошо. А хочешь, чтобы на столе стало четыре якоря? Эх, вот у меня как раз один был в запасе. Держи. Эх, теперь якорей ровно. Один, два, три, четыре. Ура! Значит, я и пират справились с заданием. У каждого ровно по четыре якоря. Ну, почти справились с моей помощью. Куда бы вы без меня? Итак, чтобы больше вы не путались в счёте до четырёх, давайте ещё раз его повторим. И вы, мои сухопутные друзья, повторяйте за нами. Один, два, три, четыре. А я не только считать могу, но и выложить ровно четыре предмета на столе. Вот. Один. Два. Три. И четыре. Удивил. Так даже морская черепаха может. Смотри, как делают профессионалы. Один. Два. Три. Четыре. Камень. Ошибся. Пират ошибся. Вот математик-то. Где это я ошибся? Ты сказал, четыре камень. А так говорить нельзя. Что? Пират Акулий Зуб никогда не ошибается. А если ошибается, другие молчат и зубами стучат. Акулий Зуб, веди себя прилично. Ну, хватит запугивать Захара. Веди себя прилично, веди себя прилично. Где это вообще написано, чтобы пираты вели себя прилично? Вот он всегда так говорит. Но на этот раз я подготовился. Теперь это написано здесь. Мой морской указ. Ознакомьтесь. Указ. Пират Акулий Зуб должен вести себя прилично. И подпись. Граф Батисков. Понятно? Ну вот. Теперь и правда придется вести себя прилично. Ну только чего меня Захар дразнит? Все я правильно говорю. Ну не соглашусь с тобой. Ты и вправду неправильно сказал. Ну при счете правильно говорить четыре камня, а не четыре камень. Правда, Шарик? Разрази меня, квадратный корень. Сколько же в математике разных правил. Ладно, сейчас пересчитаю правильно. Давай. Один, два, три, четыре. Всего четыре камня. Другое дело. А как правильно сказать при счете, например, ракушек? Один, два, три, четыре. Ракушки. Это Акулий Зуб. Правильно говорить. Одна, две, три, четыре ракушки. Ну теперь я думаю число четыре вы точно запомнили. Но на всякий случай давай повторим и другие числа, которые меньше четырех. Я буду хлопать в ладоши, а вы будете приседать ровно столько раз, сколько я хлопну. Ой. Готовы? Здорово. Да. Ребята, давайте вместе с нами. Приготовились. Приготовились. Так, а теперь. Ваше им чужество, стойте. Может, выберем какой-нибудь другой способ? А то мы уже приседать устали. Так и было задумано. Это математическая физкульт-минутка. Ловко. Я уже чувствую, что стал сильнее. Йо-хо-хо. Хоть сейчас на абордаж. Трепещите перед сильным и грозным пиратом. Я научился считать до четырех. Ха-ха-ха-ха. Вы разбудили подводный вулкан. Сейчас извергнусь. Плохо будет вам. Уважаемый вулкан, пожалуйста, не нужно извергаться. Зачем шумели? Ух, извергнусь. А хотя... Лучшая вам задача задача. А не сможете решить. Ох, страшитесь. Гнев мой будет страшен. Мы сумеем решить любую задачу. Другого выхода-то у нас нет. Ну, и так. На столе лежат предметы. Вам нужно найти те, которые скрывают в себе число 4. Как это? Разве можно спрятать число 4? Ой, ну, например, вот в этой скрипке. Где же здесь 4? Ну-ка, дай-ка мне. Одна, две, три, четыре. Четыре струны на скрипке. А, теперь понятно. Сейчас сам что-нибудь найду с числом 4. А, машинка. У нее одно, два, три, четыре. Четыре колеса. Есть число 4. Откладываем. Теперь и я попробую. Да, вот игрушечный стол. У него одна, две, три, четыре. Четыре ножки. Все. Все предметы нашли, в которых пряталось число 4. Два ботинка осталось на столе. В аквариуме одна, две, три рыбки. Вот, разве что, только вот этот стул. У стула обычно четыре ножки. Ура! Вовремя я его заметил. Кладем к остальным предметам. Ой, 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 ой. Что это? Пожарная тревога? Куда бежать? Да нет, я так вырезу. Это моя новая игрушка. А-а-а. Такой сигнал означает, что ты дал неправильный ответ. Здорово, да? Нет, я так испугался. А нас, пиратов, вообще не рекомендуется пугать. Мы от этого нервными становимся. А почему это мой ответ неправильный? У стола, который нашел Захар, четыре ножки. Он подходит. А мой стул нет? Акурий Зух, ну не ворчи. Посмотри еще раз внимательно на стул. Сколько у него ножек? Четыре, конечно. Как у всех стульев. Сейчас пересчитаем. Одна, две, три. Как три? Почему три? Как нечестно? Вулкан, я прошу другую задачу. На сегодня больше нет задач. Надо было сразу посчитать все ножки. Уважаемый граф Батискан, сегодня Акурий Зух будет пересчитывать весь день ракушки. Не страшен будет мой гнев, если он опять что-нибудь перепутает или собьется со счета. А теперь я прошу тишины. Вулкан спать изволит. Что? Я пересчитывать ракушки? Четыре треугольника и один квадрат. Как я зол. Ваше морейшество. Я побегу, а то вот так, когда пират начинает ругаться и злиться, к ранним почему-то все время оказываюсь я. И бегу, пока не поздно. Разрази меня, квадратный корень. Я знаю, кто во всем виноват. Это Захар. Уплыл уже. Ну ничего, я его догоню. Так, надо что-то делать. В последнее время пират стал очень раздражительным. Надо научить его сдерживать эмоции. Акулизу, Акулизу, подожди. Подожди. Не надо сердиться на Захара, он ни в чем не виноват. Ты же сам понимаешь, что ответ был неверным. Ну, надо же мне на кого-то сердиться. Если я не растяжусь, то обязательно лопну от злости. Лопнувших пиратов мне в лагуне точно не надо. Научу Акуль его зуба одному проверенному способу. Акулизу, как только начинаешь сердиться, начинай считать до четырех. Медленно и громко. И это поможет. А ты попробуй. Один, два, три, четыре. О, и правда, я так сосредоточился на счете, что и забыл, на что злился. Вот спасибо, граф Батискал. Готов к выполнению домашнего задания. Что там, пересчитать все ракушки в лагуне? Это я мигом. Ну что ж. Пока Акулизуб пересчитывает ракушки, мы с вами повторим то, что сегодня узнали. Сегодня мы научились считать до четырех. Сравнили числа три и четыре. Узнали, что если к трем добавить один, получится четыре. А еще мы вспомнили, что считать можно не только ракушки, камушки и якоря, но и движения. Давайте все вместе. Один, два, три, четыре. Мои сухопутные друзья, а вот и домашнее задание. Посчитайте, сколько лап у кошки и собаки, а сколько у пингвина и у цапли, а у нашей морской черепахи. Жду ваши рисунки. Учите математику, но и письма мне писать не забывайте. Ваш граф Батискар. Нужна нам математика, как воздух под водой. Сестренку или братика, скорее берись с собой. И с нашими героями учись всегда на пять. Подводные сокровища поможешь сосчитать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет, кто знает счет тому почет. Сокровищ много под водой, собрать их надо нам с тобой. Содна подводного достать и математиками стать. Один, два, три, четыре, пять. Теперь я научусь считать. Программа есть подводный счет, кто знает счет тому за счет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова